Приветствую всех на канале Криптомакс. Сегодня я познакомлю вас с новым ICO проектом, который называется Oracle. Это финтех платформа для развития новой цифровой экономики. Недавние технологические достижения принесли нам современные инструменты, такие как GPS, позволявшие заказывать такси и экономить при заказе или доставке еды. И сейчас повседневная жизнь без этих сервисов уже немыслима. Стоит также отметить автомобили, управляемые с помощью искусственного интеллекта, полеты на орбиту Земли и на Марв с помощью ракет и Лен-Маска. Но есть одна технология, которая навсегда изменит наше представление о банковской сфере, какой мы привыкли ее видеть сегодня. Чтобы понять масштабы грядущих изменений, необходимо сначала представить технологию электронной почты, которая навсегда изменила способ отправки писем. И сегодня, говоря словосочетание «отправить почту», мы, конечно же, по умолчанию думаем, что речь идет об электронной почте. Такое словосочетание, как технология блокчейн, все чаще встречается в нашей повседневной жизни и всплывает в любых сферах. Так же, как и цифровые валюты, обсуждение которых начало занимать серьезную долю в повседневных обсуждениях людей. А среди инвесторов это сейчас два перспективных направления, закрепившиеся в последние годы. Инвесторы, работающие с цифровыми технологиями, постоянно ищут новые тренды и проекты, такие как Bitcoin или EOS, в которых они могут инвестировать и получать прибыль в течение длительных периодов времени. Постоянно идет поиск новых концепций, новых идей или готовых платформ, которые подают заявки на то, чтобы стать новым и успешным проектом. Компания, которая выйдет за пределы существующих технологий и за границей своих возможностей, сможет создать тенденцию массового внедрения и использования созданной ей технологии. Платформа с четким представлением своих целей и задач обладает преимуществами перед остальными проектами. После недавнего всплеска блокчейн-технологий, рынок значительно отыграл рост и сейчас находится в стагнирующем состоянии. Необходим приток новых проектов и технологий, которым подтолкнут развитие и рост. Разработчики Oracle SOR намерены представить глобальному рынку свои сервисы, которые смогут устранить множество текущих проблем в индустрии, таких как недостаточное проникновение современных технологий в повседневную жизнь рядовых граждан. Неважно, являетесь вы инвестором, разработчиком, простым пользователем или вообще незнакомы с рынком цифровых валют. Познакомившись с сервисами, которые предлагает платформа Oracle SOR, каждый пользователь сможет найти для себя выгоды и преимущества от внедрения и использования данного проекта. Платформа имеет стратегию глобального развития и внедрения современных сервисов в повседневную жизнь. Придя на глобальный рынок и заявивая призвание широкой аудитории, компания сможет реализовать свои сервисы даже на тех территориях, где интернет-покрытие очень слабое и отсутствует вовсе. Платформа Oracle будет опираться на три ключевых элемента, описанных в белой книге, а именно глобальное внедрение и принятие широкой аудитории пользователей, запуск собственной социальной сети, новостного канала, которые будут использовать внутреннюю виртуальную валюту SOR, выход на рынок мобильных платежей, используя собственную запатентованную технологию для мобильных браузеров. Разработчики создали платформу с использованием децентрализованной экономической модели, основанной на распределенном блокчейн-реестре и собственной цифровой валюте SOR. Команда внедряет три способа платежей, чтобы обеспечить справедливый обмен для всех пользователей платформы, чтобы вознаграждать их и стимулировать дальнейшее пользование сервисами. Платформа Oracle SOR создает новый тренд на рынке блокчейн-технологий. Он заключается в том, что пользователи будут использовать физические карточки, номинированные в валюте SOR. Их использование будет возможно по всему миру, так как операции будут проходить в офлайн-режиме, а значит, не обязательно будет необходимое интернет-соединение. Также для удобства разработчики внедряют собственные банкоматы для работы с предоплатными карточками, чтобы их можно было использовать даже в тех районах, где сетевая инфраструктура развита слабо или совсем отсутствует. Карточки будут использоваться по аналогии с картами оплаты мобильной связи. Друзья, чтобы быть в курсе последних новостей проекта, вы можете посетить официальный сайт или подписаться на социальные сети. данного проекта. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok